Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю. В эфире Минск чрезвычайный. У микрофона Андрей Макаров. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. Традиционно цифры статистики. С начала года в столице на пожар ИЧС спасатели совершили уже около 350 выездов. На пожарах погибли два человека. Семь, в том числе один ребенок, пострадали. 325 человек были спасены и эвакуированы из опасных зон. Далее об этом подробнее. Минск чрезвычайный. Началась неделя в городе без происшествий. Вплоть до четверга серьезных по своим последствиям ЧС в Минске не было зафиксировано. А вот в четверг утром жильцы дома на проспекте Рокоссовского почувствовали запах гари и тут же забили тревогу. Выяснилось, что в квартире на шестом этаже загорелось имущество. На полу в коридоре работники МЧС обнаружили брата хозяина жилья, гражданина Республики Казахстан. Мужчина находился непосредственно в очаге пожара. Пострадавшего сразу же передали бригаде скорой. С ожогами первой третьей степени, а это 90% тела и отравлением продуктами горения, его госпитализировали в больницу. В результате возгорания повреждено имущество в коридоре, закопчены квартира и лестничная площадка. Предположительно, виновником случившегося стал сам пострадавший, пытавшийся с помощью самосожжения свести счеты с жизнью. К сожалению, спустя сутки мужчина скончался в больнице. В этот же день огненное происшествие могли наблюдать все, кто около двух часов дня проезжал по внутреннему кольцу МКАД. Прямо на дороге возле развязки с улицы Казинца во время движения загорелся самосвал МАЗ. Водитель грузовика остановился и попытался самостоятельно потушить огонь, но безрезультатно. Справиться с автопожаром удалось лишь приехавшим бойцам МЧС. И вот информация к размышлению. Никто из проезжавших мимо водителей не остановился, чтобы помочь погорельцу. В итоге кабина грузовика выгорела полностью, но, к счастью, обошлось без пострадавших. Предположительно, виной всему стало короткое замыкание электропроводки. Минск чрезвычайный. Горячий выдалось для столичных спасателей минувшая суббота. Сразу три автомобиля, стоявших рядом друг с другом, сгорели в этот день утром на парковке около жилого дома по улице Дунина Марцинкевича. Вызов на пульт 101 поступил около 7 часов утра. К тому моменту, когда прибыли пожарные, легковушки были полностью охвачены огнем. Слишком поздно поступило сообщение. Огнеборцы справились с пламенем за несколько минут, но спасти технику все равно не удалось. В результате стихии полностью уничтожен Mercedes ML164, Opel Tigre и Volkswagen Golf 6 модели. Досталось и припаркованный рядом сгоревшим транспортом Honda Accord. У нее повреждено лакокрасочное покрытие, а также передняя пассажирская дверь. В настоящее время причину ЧП устанавливают специалисты. По одной из версий, возгорание могло произойти из-за короткого замыкания электропроводки того самого сгоревшего Мерседеса. МЧС в очередной раз призывает автовладельцев своевременно обслуживать и правильно эксплуатировать свои авто. И еще об одном субботнем происшествии. Два человека пострадали в результате пожара в одном из общежитий Минска. Они были госпитализированы с отравлением угарным газом. Огонь вспыхнул на первом этаже здания, расположенного на улице Русианова. Горел мусор, сваленный под лестничной клеткой и деревянный дверной блок. На место ЧП прибыло около 10 пожарных расчетов. Огонь был оперативно ликвидирован, но из-за сильного задымления из общежития пришлось эвакуировать 280 жильцов. Чтобы выбраться из здания, некоторым людям понадобилась помощь спасателей. Один человек оказался отрезанным от пути эвакуации плотным задымлением на девятом этаже. Его попытались спасти при помощи высотной техники, однако ее установки серьезно мешали припаркованные автомобили. К счастью, в этот момент звено газодымозащитной службы уже проникло со стороны задымленной зоны. Они спасли человека при помощи маски для спасаемого. МЧС в очередной раз напоминает всем водителям, что при выборе места для парковки на внутридворовых территориях всегда учитывайте возможность проезда большегрузной техники МЧС. Точную причину пожара в общежитии на Русианово назовут только после экспертизы. По предварительной версии, возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем. Как бы банально ни звучала фраза, пожар легче предупредить, чем тушить, она не теряет своей актуальности. Поэтому соблюдайте правила пожарной безопасности. Вот и все о происшествиях минувшей недели. В конце хотелось бы напомнить, что в эти дни в республике продолжается акция «Безопасность в каждый дом». А я с вами прощаюсь. Берегите себя и своих близких. До встречи в следующий вторник. Пока! Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.